Шахазаны возводят Дом культуры в Канаше образовательный центр, а в Янтиково уже открыли новый завод. Как реализуются в муниципалитетах, приоритетные инвестиционные проекты сегодня проинспектировал глава республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Первый камень здесь закладывали полтора года назад, и вот работы выходят на финишную прямую. Открытие районного Дома культуры намечено уже на середину ноября. В Шахазанах появится не просто клуб, а современный досуговый центр, отметил глава региона. Дом культуры возводят в рамках федеральной целевой программы. На его строительство из бюджета было выделено свыше 55 миллионов рублей. Здесь и концертный зал на 300 мест, и современная звуковая аппаратура. На благоустройство районного центра тоже направили немалые суммы. До конца года в селе Шахазаны появится мемориальный комплекс солдатам-освободителям. Увековечить память тех, кто защищал мирное небо, крайне важная задача, отметил глава региона. И все больше населенных пунктов республики становятся комфортными для жизни. Масштабные работы в рамках приоритетной программы развернулись в селе Янтиково. Здесь благоустраивают центральный сквер. Сквер на проспекте Ленина в селе Янтиково был заложен в советские годы. Его облик обновится кардинально. Здесь создадут комфортные зоны отдыха и установят фонтан. Пока позволяет погода, подрядчики укладывают брусчатку и асфальтируют тротуары. С архитекторами согласовали. Кое-какие косметические изменения не будут. Будут, конечно, лиховать. Ответственно, качественно и все это на благо людей. В Канаше глава республики проинспектировал ход работ по созданию центра цифрового образования молодежи. В уже подготовленных аудиториях начали обучать программистов. Они сдают экзамены, тестирование. Трагородины. Да, через Москву сдают. В учебной программе центра робототехника создание приложений для мобильных платформ и программа дополненной реальности. Сеть IT-кубов в регионах появится в рамках федерального проекта. На оснащение классов в бюджете заложили сотни миллионов. Наставники проходят подготовку в школе Сколково. Они общаются с детьми на своем языке. И дети, они отмечают вот дружественную, дружелюбную атмосферу. Выпускникам IT-куба и предстоит развивать экономику муниципалитета. Новые рабочие места для горожан создают в индустриальном парке. Сейчас здесь возводят новый завод по выпуску холодильных камер. На очереди и другие проекты. Михаил Игнатьев отметил, что затраты на строительство инженерных сетей оправдают себя в ближайшие годы. 1 миллиард 415 миллионов рублей для развития индустриального парка, для новых резидентов. Для нас появляется налогооблагаемая база. Остается только достроить отчисленные сооружения. Инвестиционные проекты реализуют и в агропромышленном комплексе республики. В селе Янтиково начал работу новый завод по выпуску сливочного масла и розлива молока в полиэтиленовые бутылки. Эта продукция пользуется спросом. Сейчас на заводе перерабатывают порядка 80 тонн молока за сутки. В ближайшие годы объемы выпуска намерены увеличить и нарастить географию продаж. Глава региона ответил и на вопросы работников цеха. Все просьбы и предложения взяли на карандаш. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.